Всем привет, с вами Реальная Журналистика. Как и обещал, сегодня будет конкретика по поводу вчерашнего скандального инцидента с моим коллегой Евгением Анисимовым. Я специально взял паузу. Многие знают, вчера читатели моего телеграм-канала задавали огромное количество вопросов. Огромное количество вопросов задавали журналисты со всей страны. Телефон в буквальном смысле разрывался. Просили как-то прокомментировать произошедшего. Специально выдержал паузу. Сказал, ребят, давайте не будем распространять слухи, сплетни, домыслы. Давайте дождемся хотя бы предъявления обвинения, чтобы понимать, что на самом деле вменяется моему коллеге Евгению, за что он был задержан. И будем от этого танцевать. Ну, действительно, я не распространяю слухи, сплетни, домыслы. Я не пытаюсь врать, я не пытаюсь хайпить. Я журналист. И мое дело доносить не просто информацию до людей, мое дело доносить до людей факты. Огромное спасибо тем коллегам, тем зрителям, которые со мной согласились и решили подождать. Ну и, конечно, некоторое фи выскажу в отношении тех хайпажоров, негодяев, мерзавцев, которые распространяли откровенную ложь, клевету. Ну, поговорим об этом сейчас. Реальная журналистика. С вами Александр Романенков. К сожалению, вот по такому печальному поводу мы сегодня общаемся. Поехали! Предъявлено обвинение по двум статьям. Клевета и их разглашение тайной частной жизни. Об этом сообщила его адвокат Волкова, с которой мы постоянно находимся на связи. Вот через несколько часов, буквально, в Ленинском районном суде Екатеринбурга пройдет заседание о мере пресечения. То есть, выпустят или оставят под стражей до суда. Но, в принципе, вот обе эти статьи, во всяком случае, согласно нашему законодательству, они не предполагают содержание под стражей. Но, как решит суд, мы не знаем. Что за клевета, о чем идет речь? Речь идет, да, действительно, как я и предполагал накануне, речь идет о серии журналистских расследований, которые делал Евгений. И в этих расследованиях речь шла о скупке земель в одном из районов Екатеринбурга. Причем, когда-то эти земли действительно были мало кому интересны. Сегодня на этих землях строится огромный большой микрорайон. Микрорайон академический, рассчитанный на 325 тысяч жителей. Современный, хороший, действительно классный район. Те, кто бывали там, я надеюсь, режиссер сейчас покажет кадры. Часть района уже заселена, часть продолжает застраиваться. И вот, в общем, речь идет о землях в этом районе. Вот, понятно, что они составляют какую-то определенную ценность. Вот, Женя сделал расследование в отношении бизнесмена, который мог быть причастен к скупке этих земель и последующей перепродаже их по завышенной цене. Вчера он сделал две серии расследований. Вчера он грозился провести пресс-конференцию, на которой хотел опубликовать вот эти вот документы, на основании которых, собственно, все свои расследования и построил. Но не случилось. С утра его задержали, пресс-конференция, само собой, была отменена. И вот сейчас сидим, гадаем, что будет дальше. Вообще, скажу честно, мне вся эта история напоминает несколько другую историю, но не знаю, насколько они схожи, но тем не менее, помните, несколько лет назад авторы YouTube-канала Немагия, был такой YouTube-канал, не знаю, сейчас существует, нет, там несколько миллионов подписчиков у них было, а они тоже сделали серию расследований в отношении тогда владельца банка Тинькова, Олега Тинькова, сегодня он признан иноагентом, уехал из России, живет в другой стране. Вот сделали серию расследований о том, что вот он, Тиньков, ведет не очень честный бизнес. Ну, там действительно было о чем поговорить. Многие помнят, что во времена Тинькова, здесь вот подпишут, наверное, что он иноагент, мой режиссер, спасибо ему за это, его банк работал на дико кабальных условиях, там, если кто-то врюхивался в кредит, в этом банке, то это была такая кабала, из которой невозможно было выбраться, то есть человек там в буквальном смысле брал несколько тысяч рублей, перехватиться, что называется, там до зарплаты, по-моему, 39 тысяч, карточки, которые они раскидывали в почтовые ящики, у них лимит был до 30, что ли, или до 39 тысяч, а в конечном итоге оказывался в кабале, по которой приходилось выплачивать сотни тысяч рублей, при этом оставаться должным еще какие-то астрономические суммы, потому что там были какие-то невероятные проценты. И вот, в конце концов, да, после того, как ребята провели это расследование, к ним приехали сотрудники правоохранительных органов, по всей вероятности, Тиньков, воспользовавшись своими какими-то связями, в том числе коррупционными, вот использовал сотрудников правоохранительных органов в темную, а может и не в темную, но потому что там приехали тогда. Это было забавно, ребята, не маги же, жили в городе Кемерово, а приехали к ним представители правоохранительных структур с Петровки, из Москвы. Ну, слава богу, та история закончилась справедливо, дошла до президента нашей страны, который попросил ответственных лиц вмешаться в эту ситуацию, разобраться, что там происходит, надеясь, что, ну, вот, в данном случае, в случае с Женей справедливость тоже восторжествует. Недавно был такой вопиющий случай, когда ребята из Кемерово, очень популярные в интернете, высмеяли одного олигарха, и из Москвы в Кемерово прилетела опергруппа, которая вломилась к ним в дом и забрала их технику. Это вообще безобразие, если там частные дела какие-то, опергруппа приехала, значит, они еще обслуживают правоохранительные органы, обслуживают олигархов каких-то, надо просто с этим разобраться. Теперь, значит, то неприятное. Вот что в этой ситуации, знаете, ну, расстроило, что ли, вот, мои коллеги. Многие мои коллеги, которые не привыкли проверять факты, и просто писали откровенные бредни, распространяли слухи, фейки, домыслы, в частности, информационное агентство УРА.РУ, которое позиционирует себя как федеральное информационное агентство, но более желтого информационного издания, я просто даже не знаю, вот, в частности, они, например, сообщали о том, что в отношении они, это не все основания, есть основания полагать, что вот эти вот две статьи, клевета и распространение, да, сведений о частном лице, это не весь состав преступных действий, которые совершил Анисимов Уралайф, УРА.РУ, да, сообщил им, знаете кто, источник в силовой среде. Ребят, в первых строках моего письма, еще Иосиф Сталин говорил, да, что у каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. Тут источник в силовой среде, то есть никто и непонятно откуда. Силовая среда тоже в нашей стране достаточно такое широкое понятие, это и военные, это и сотрудники полиции, это и сотрудники Росгвардии, это сотрудники прокуратуры, и сотрудники Следственного комитета. Тут источник в силовой среде, также можно было сказать, сообщил марсианин с планеты Венера. Я бы вообще, кстати, обратился по этому поводу в Роскомнадзор, и считаю, что надо ужесточить, наверное, закон о СМИ, как раз чтобы вот избежать вот этих формулировок, сообщил какой-то там источник, хрен знает откуда, потому что если ты ссылаешься на кого-то, ты будь любезен, фактами подтверди, сообщил Вася Кукарейкин. Представитель там Следственного комитета города Урюпинска. Вот тогда, чтобы можно было знать, кому предъявлять претензии в конце концов. А то получается так, что человека с одной стороны судят за клевету, но сами же на него клевещим. Второй персонаж, это вообще анекдот, есть такой некий Алексей Кузнецов. Я так понимаю, что он был первоисточником всего этого вранья, который в частности давал информацию вот этим вот Ура.ру, и прочим, вот этим вот недожурналистом, он точно так же, не дожидаясь даже выяснения обвинения, выпустил видео. Целый гнилой рупор прекрасной России Евгений Анисимов задержан, что со Шмониным, Ермаковым, Романенковым, это просто вообще файкомет, который распространяет даже не просто клевету, откровенное вранье, которое просто сидит, придумывает всякую чушь. До этого он обвинял Анисимова в том, что Анисимов финансируется из-за рубежа иностранными источниками. Дело по этому поводу целое видео, внимание на экран. Работают по методическим Запада, работают в интересах, возможно, британских спецслужб МИ-6, об этом материале в конце недели. Причем в этом видео он впрямую утверждает, что Анисимов финансируется английским, по-моему, консулом, да? А зачем английскому консулу финансировать Анисимова? Достаточно зайти на канал Прекрасная Россия и посмотреть, чем он занимается. Канал Прекрасная Россия, как, опять же, писали некоторые недожурналисты, не проверяющие информацию от слова совсем, вот он занимался оппозиционной деятельностью. Да нет. Анисимов всю жизнь занимался журналистскими расследованиями. Вот одно из последних его расследований, пожалуйста, посмотрите, он ездил в город Орск после того, как там люди пострадали от наводнения, проводил расследование по какой причине? Прорвал эту дампу, более того, оказывал помощь жителям Орска, связался с какой-то организацией, которая занимается на профессиональном уровне сбором гуманитарной помощи и оказывал им услуги, информационной поддержки, то есть вот с этой конторой он работал напрямую, помогал собирать гуманитарную помощь для арчан. Это оппозиционная деятельность. До этого момента человек ездил там в Ставрополь, помогал пайщикам одного из колхозов отбиваться от трейдеров. И, кстати, помог. Это оппозиционная деятельность. Но вот, понимаете, для таких, как Кузнецов, вот те люди, которые действительно занимаются чем-то полезным и нужным, они являются некими оппозиционерами. Кстати, Кузнецов много раз пояснял в своих вот этих вот бреднях, почему он считает меня или кого-то еще оппозиционерами. Потому что мы, оказывается, критикуем представителей власти, да. И я тоже в том числе у себя на канале критикую представителей власти. Но я не вижу в этом ничего страшного. Это нормальная журналистская работа. Недаром в свое время журналистов называли четвертой властью. Потому что мы, журналисты, всегда были неким таким посредником между гражданами и представителями, ну, действующей власти, действующей по Конституции, напомню, о три ветви власти. И мы постоянно... Вот критика для чего нужна? Вот спросите любого ура-патреону. А что тебе... Почему вот это не сделано, вот это не сделано, вот это? А тебя тоже это не устраивает, но при этом ты вроде как не обвиняешь там высшую власть в том или в тех или иных бедах. И вам любой ура-патреон скажет, ну, потому что там до Владимира Владимировича, например, или там до губернатора, или там до мэра, не доносят всю картину в полном объеме. Вот самый популярный ответ, да, вот самое популярное мнение среди ура-патриотов. Ну, просто Путин не обо всем знает, ему не все докладывают. Его содержат в информационном вакууме. Простите, пожалуйста. А как вы хотите, чтобы он все знал, если вот те люди, которые критикуют власть, они, по мнению всяких недопатриотов, являются предателями? Для этих целей нужны журналисты. Треть, Владимир Владимирович, вас обманули. Вот здесь недочеты. Вот здесь недоделано. Вот здесь перегиб. Помните, вы приезжали в условный там Урюпинск, или там в условный Нижний Тагил, неважно, и вас возили в школу там номер один. И вы посмотрели, как там все прекрасно. На самом деле это не так. Жители там того Нижнего Тагила, повторюсь, условного, связались с нами и сказали, что нет, это образцово-показательная школа, куда возят чиновников. И повезли вас, чтобы показать вам, как все красиво. А на самом деле школы Нижнего Тагила выглядят по-другому. Для этих целей и нужны журналисты, чтобы критиковать власть. Поэтому вот у меня, например, канал называется «Реальная журналистика». Я пытаюсь заниматься журналистикой, в том числе критиковать власть. Я критикую точно так же и оппозицию. Меня сложно обвинить в оппозиционной деятельности. Еще раз, мой канал называется «Не Навальная журналистика». Напомню, Алексей Навальный, признанный агентом, экстремистом, террористом. Да, и не прокремлевская журналистка. Он называется «Реальная журналистика». Мы стараемся задавать объективную картину. Тем же сам занимается Евгений Анисев. Он занимает. Я надеюсь, и будет дальше заниматься. И просто на основании сплетен слухов, домыслов каких-то прохвостов, записывать его в предатели. Ну, слушайте, ну это как минимум некрасиво. Кстати, предлагаю послушать, что по поводу критики власти говорит сам Владимир Путин. Вот в этом, собственно, главный смысл. А не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти. Она должна быть, она должна сохраниться, быть действенным инструментом улучшения функционирования самой власти. Власть в этом заинтересована. А вот этот, понимаете, сидит и вот вчера еще до того, как вынесено объявление, на Урале задержан журналист-предатель. Прямо таки пишет. Замеченный в сборе средств для Украины. Кем замеченный? Можно пруфы какие-то, но если замеченный. То есть до этого, еще раз, они обвиняли человека в том, что он получает иностранное финансирование. Опять же, ни одного доказательства. Дальше. Вообще анекдот. Задержанный на Урале журналист-предатель Евгений Анисимов был на связи с сепаратистами, пытающимися свергнуть главу Чечни Рамзана Кадырова и обострить ситуацию на Северном Кавказе. Можно пруфы. А что он не пытался на Марсе никого свергнуть? Что это за бред? Понимаете, это позывательность. Сидит человек, который прикрывается федеральной лицензией федерального телеканала, на котором на самом деле он не работает. Он не является сотрудником телеканала Крик ТВ и никогда не являлся. Но, собственно, и такого телеканала уже несколько лет в природе не существует. Да, когда-то он был, но примерно в этом году, в 2020-2021, он прекратил свое существование. Им была выдана лицензия на федеральное вещание в 2013 году. Насколько я понимаю, видимо, просто забыли чиновники из Роскомнадзора об этой лицензии, о том, что она была когда-то выдана. Тем более, что канала нет, канал нигде не вещает. Да, когда-то он вещал через спутниковых операторов, телекарта, Триколор, НТВ+, через кабельных операторов. Потенциальный охват телеканала был там до 50 миллионов человек. Но это возможный охват телеканала в разных регионах. Насколько я понимаю, после 19-го, 20-го, 21-го года они все эти связи растеряли, потому что нахлопали там целую кучу долгов, их отовсюду выкинули. И единственное, где сейчас можно увидеть вот этот вот телеканал, на личной странице, вот у этого товарища Кузнецова, он нам не товарищ, да, господина Кузнецова, ВКонтакте, и есть у них еще какой-то канал в Ютьюбе, который называется Крик ТВ, но там охват какой-то совсем смешной. 200-300 человек у них смотрят их вот эти вот выпуски, и тут подозревают, что это друзья, друзья друзей, родственники, там тех же героев, передач, которые их снимают. Ну, знаете, о, меня тут по федеральному каналу, а где этот федеральный канал можно? Да, вот у них на Ютьюбе есть, там где-то они выходят. И вот так вот набирается 200-300 человек. Вот прикрываясь вот этой федеральной лицензией, человек сидит и обвиняет, распространяет откровенную ложь. Надо с этим что-то делать. Кстати, отдельно стоит сказать вообще о личности этого господина Кузнецова, удивительный персонаж, а знаете ли вы, дорогие мои хорошие, что этот человек откровенный уголовник. У него, я не шучу сейчас, у него за плечами 11 лет отсидки. Несколько ходок, причем по бандитским статьям, бывают случаи, когда человек попал в тюрьму, я думаю, у вас есть такие знакомые, совершенно случайно, где-то по молодости, по глупости ввязался в какую-то драку, угодил за решетку, но это не про Кузнецова. Это откровенный уголовник, который сидел по откровенным бандитским статьям. Грабеж, разбой, мошенничество. 11 лет отсидки в общей сложности. И теперь этот человек корчит из себя патриота, оседлал хайп вот этой патриотической волны, корчит из себя патриота, распространяет всякие разные лживые гадости, прикрываясь лицензией федерального канала, который просто забыли отозвать. Связал нас с какими-то своими расследованиями, то есть с каким-то господином Новороком, и пытается сейчас, в настоящий момент, за свои деяния уйти от ответственности. И не надо специально для господина Анисимова выдумывать там, что мы защищаем кого-то там, господин, забыл фамилию, какого-то якобы олигарха. Что до Анисимова, я честно не знаю, вот через пару часов буквально состоится судебное слушание по мере пресечения, повторюсь еще раз, по идее должны выпустить, но выпустят, не выпустят, сейчас сказать не могу. Поэтому предлагаю сделать, что я сейчас официально объявляю сбор, никого не слушайте, потому что кроме меня и кроме Анисимова такой сбор не может объявить никто. Сбор в помощь Евгению Анисимову, потому что потребуются какие-то траты на адвокатов, вы понимаете, что объявление серьезное, история непростая, мы будем собирать деньги, но мы не будем собирать какую-то частную карточку, как обычно, чтобы все прозрачно, чтобы никаких вот поводов даже для разговоров об иностранном финансировании, все это будем делать через Донат Алерт. Вот сейчас вы видите на своих экранах ссылку, и под видео в описании тоже будет ссылка на Донат Алерт, кто сколько может, потому что любая копейка сейчас поможет. Вы понимаете, что в общем и в целом... Ну, в общем, не дешевое удовольствие отстоять свою правоту, то виновность Жени, если честно, я не верю. Я могу предположить, что где-то он такой творческая личность, где-то, может быть, иногда там эмоции бегут впереди паровоза, может быть, где-то не доразобрался, где-то что-то упустил из виду, действительно совершил какую-то ошибку, да, не подкрепленную ничем, за что сейчас вынужден отвечать по закону, но то, что он не предатель, то, что он порядочный человек, потому что таких журналистов, как Анисимов, мало, это факт. К сожалению, да, в сегодняшней России работать в таком жанре, как журналистское расследование, это непростое дело. С учетом того уровня коррупции, который наблюдается в стране, с учетом тех технологий, которые мы сегодня имеем, да, вот он там ссылался на какие-то документы, но мы знаем, что используем сегодняшних технологий, буквально там накануне, публиковал у себя в Телеграм-канале. Какой-то мужик в Англии умудрился выйти из тюрьмы, причем через парадную дверь. Знаете, каким образом он оказался хорошим айтишником, он создал копию сайта суда, который его приговорил. К посадке. И вот с этой копией сайта суда, с этого сайта отправил сообщение в тюрьму, в администрацию тюрьмы, что мы вот пересмотрели дело, и вот постановили его освободить. Его освободили, он абсолютно спокойно вышел на свободу через парадный вход. Но, к сожалению, сегодня, да, вот таковы технологии, что нарисовать можно любые документы, не исключая, что кто-то, а Женя работал всегда жестко, вы сами знаете, работает. В таких лучших традициях того старого НТВ, которое существовало еще в начале нулевых, в начале двухтысячных, там, в конце девяностых, вот, конечно, там наверняка у него есть какие-то враги, может быть, просто подставили. Но не будем делать выводов, подождем вообще, что, какое слово скажет по этому поводу суд. Короче, справедливость восторжествовала. Мы Анисимова отпустили до суда, во всяком случае, но, по крайней мере, его не стали закрывать. И, ну, уже это хотя бы маленькая, но победа. Спасибо всем, кто болел. И, ребят, еще раз, вот здесь на экране, вы сейчас видите ссылку на донат-алерт, поможете, будем признательны. Все, это была реальная журналистика. Как-то так, увидимся, услышимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok